Казанский федеральный университет Нашего семинара, нашего собрания Полагаю, что она должна нас вооружить некой системой Которую мы по приезду домой все, как сотрудники международных служб Должны привести и отчитаться Система формирования, привлечения, вернее, иностранных студентов Набора иностранных студентов в свои вузы И поэтому такое небольшое пожелание к организаторам Может быть, венцом нашего семинара, всего проекта Будет являться хорошо изданная дорогая книга В виде учебно-методического пособия Которая будет предполагать собой целый комплекс То есть систему, которую можно будет взять любому Вновь прибывшему сотруднику в нашу многострадальную деятельность Прочитать ее и пойти вперед Среализовывать самым наилучшим образом Набор иностранных студентов в любой из российских вузов Что касается темы моего выступления Она одновременно и проста, и сложна Поясню почему Всем хорошо известно, что более миллиона иностранных выпускников Которые обучались в российских и советских вузах В настоящее время живут и работают в более чем 170 странах мира Они занимают, некоторые из них занимают видные государственные посты Некоторые продвинулись в бизнесе Некоторые стали выдающимися учеными Все это наши выпускники И они, безусловно, стремятся поддерживать отношения со своими вузами Свидетельством тому является создание в 78 странах по всему миру Ассоциаций выпускников или других организаций Выпускников российских и советских вузов Безусловно, ведущие российские вузы Тоже поддерживают отношения со своими выпускниками Но вот прошло уже 15 лет Как была принята концепция государственной политики Либо подготовки иностранных кадров для зарубежных стран В Российской Федерации Принятая президентом Российской Федерации В настоящий момент это является, пожалуй, одним документом Который нацеливает нас на активную работу с выпускниками Но, к сожалению, не все вузы Не все образовательные организации России Это понимают и осуществляют эту работу Свидетельством тому являются некоторые факты С 2003 года проводятся Всемирные форумы иностранных выпускников Их состоялось уже три В 2003 году, в 2007 и в 2012 К сожалению, факты таковы, что в этих форумах Приняли участие чуть больше 30 российских вузов Тогда как подготовку иностранных кадров осуществляют Более чем 240 вузов России И не всегда это финансовые проблемы Иногда это политические какие-то моменты Нехватка времени, нехватка кадров Ну и многое другое, вы все отлично это хорошо знаете Этот форум также имел некоторые задачи Которые не всегда выполняются с российской стороны Их немного Здесь все прекрасно мы их видим Это и определение ключевых интересов И выпускников и ассоциаций Это и продвижение иностранных выпускников Привлечение различных организаций России И организаций тех стран, откуда мы осуществляем подготовку иностранных граждан Сохранение и приумножение связей выпускников со своими альбоматорами Активизация участия в мероприятиях научных и делового сотрудничества А также использование возможностей вот этого пула выпускников Для расширения приема иностранных граждан Но для того, чтобы не заставить, попросить выпускников участвовать в расширении приема Привлечение новых иностранных граждан Нужно, конечно, провести некоторую работу Нужно привлечь как-то их Нужно на регулярной основе работать с нашими зарубежными выпускниками Всем хорошо известно, что в силу своего исторической, скажем так, миссии Российский университет дружбы народов Стал основной площадкой при проведении общероссийских мероприятий Связанных с иностранными выпускниками В настоящее время у Российского университета дружбы народов Более 24 тысяч иностранных выпускников по всему миру Здесь, безусловно, видно, что это прежде всего страны Латинской Америки, Африки и Азии Большинство выпускников, и все это время, все 56 лет РУДН готовил именно большинство из этих стран Очень много сделано в Российском университете дружбы народов Соглашусь с этим На ниве работы с выпускниками Здесь вы видите, что из 78 стран, где существуют ассоциации иностранных выпускников В 35 странах мы активно работаем с этими ассоциациями Работа самая разная, и она, безусловно, требует большого профессионализма Времени, не столько денег, сколько человеческих ресурсов Безусловно, создан специальный департамент по работе с иностранными выпускниками Даже у нас есть ассоциация иностранных выпускников и друзей РУДН Потому что мы столкнулись с таким явлением, что иногда друзьями РУДН являются не их выпускники А какие-то старинные партнеры, родители тех студентов, которые учатся Те иностранные граждане, которые приезжали к нам на краткосрочные стажировки То есть фактически у них нет документа об образовании, что они закончили Российский университет дружбы народов Но они были на краткосрочных курсах и успели подружиться Такое вот у нас существует тоже объединение Создан специальный сайт Всемирной ассоциации выпускников Хочу обратить ваше внимание, что с 5 по 8 мая 2017 года пройдет 4-й форум Всемирный форум иностранных выпускников И уже на сайте идет регистрация Поэтому если какие-то вузы хотят поучаствовать, хотят найти своих выпускников Хотят завязать какие-то контакты То можно уже регистрироваться и принимать участие Безусловно, у нас есть свои проблемы Мы с ними сталкиваемся Как, в принципе, наверное, и каждый вуз, который здесь находится Да и вообще любой вуз Российской Федерации Но в другом главное Главное, что мы эти проблемы стали воспринимать уже более серьезно Мы понимаем, что с иностранными выпускниками нужно работать Работать порой даже ежедневно Нужно любить своих иностранных выпускников Даже поздравлять их с днем рождения С рождением ребенка, с вступлением в брак, с повышением по должности Как прекрасно, когда можно направить выпускнику Книгу с дарственной надписью его любимого преподавателя Это оставляет большой след в душе выпускников Очень их воодушевляет Они становятся более открыты и стремятся помогать родному своему альма-матеру И, может быть, мы вместе с вами сформируем некое положение Некую цепочку нашего регулярного взаимодействия с выпускниками Которая и войдет отдельной главой Может быть, даже в следующую концепцию Которую, я думаю, уже на высоком уровне в нашем государстве Скоро тоже будут принимать Спасибо вам за внимание Друзья, прошу, вопросы Как вы знаете, что РУГН – это один из весьма немногих университетов В которых практически самый большой объем принимаемых иностранных студентов Но это действительно исторически сложилось Поскольку с самого начала они были заточены именно на учебу иностранных студентов А теперь они продолжают эту традицию И у них там где-то до 8 тысяч, по-моему, да? Да, чуть меньше 8 тысяч иностранных студентов И ежегодный прием – 3 тысячи студентов Это серьезно, да 3 тысячи студентов У нас вот мы на цифру 4 будем выходить в этом году Скажу, что народы все ходят Да, они дружат с народами А какие-то вопросы есть, пожалуйста? Спасибо вам А вы можете сказать, что привлечение иностранных студентов Играет какую роль ассоциация нашего университета? Сложно сказать в цифрах, да, в процентном соотношении Сколько из общего количества принятых студентов Ложится на долю тех, которые пришли от выпускников Но, безусловно, процент, он ощутимый А потом, это система не только привлечения этого года, например, текущего Или там прошлого, или каких-то еще лет Это имиджевые вещи, которые будут играть не сегодня, так завтра Не завтра, послезавтра, через много лет Они будут жить в памяти людей Они будут рассказывать своим детям Они будут рассказывать своим внукам А те, естественно, соседям Это такого плана И даже по миру сейчас, когда едешь, понимаешь Что очень много было сделано как раз во время становления университета Когда в самом начале, когда были первые выпуски И эти ребята сейчас, они уже совсем не ребята У них есть внуки И они рассказывают и очень гордятся этим Поэтому вот эти всемирные форумы Воспринимаются ими очень хорошо Особенно если вузы имеют возможность Оплатить им часть дороги Как кто-то, если не очень богатые И в этом плане, когда университет на слуху У иностранных студентов Вот у нас только что вернулась большая делегация Из турне по Латинской Америке Российский университет дружбы народов Там знает, ну, как имидж Рудемер, это звучит везде Поэтому, я думаю Он, может быть, нельзя посчитать его в точном проценте В приеме, в количестве принимаемого контингента Но то, что это, безусловно, играет большую роль Это однозначно Второй вопрос Как вы ее все это практически поддерживаете? Связь с выпускниками? Сразу после окончания Вы предлагаете вступить в эту ассоциацию? Или это потом будет делать расходку или что-то? Ну, насколько я знаю Насколько я знаю Это, безусловно, делается с момента Когда он получил диплом Надели мальчу Прошли все торжественные мероприятия И он уже начинает Когда его провожают Или он остается на следующем уровне обучения Или он уезжает совсем Еще сейчас у нас очень развивается Такая идея, как институт повышения квалификации Для иностранных выпускников То есть работа эта, безусловно, ежедневная С ними нужно связаться Понять, где они трудятся На какой мере По специальности Или, может быть, не по специальности Но им нужно повышение квалификации В другой сфере И даже планируется Под определенные группы Разрабатывать специальные программы По их потребностям Им нужна, например, другая сфера деятельности Нежели та, которую они закончили В университете Получили квалификацию Специальные программы будем разрабатывать Ну, конечно, не под одного человека А под группы Формировать это И не всегда это люди из одной страны И не даже из одного континента Поэтому работа эта очень большая Целей ставится очень много Тем более с тем моментом Что университет дружбы народов Был привлечен к программе Конкурентноспособности К проекту 5.100 У нас несколько другие задачи Действительно, повышение У контингента иностранных обучающих Такой задачи не стоит Как таковой Как одной из главных Как у других УЗОВ Которые участвуют в этом проекте Но вот интернационализация Это именно расширение Да, охват деятельности От абитуриента Но с абитуриентом Мы вроде разобрались Да, как действовать Как с ним работать До выпускника Как работать с выпускником Здесь вот система, конечно Немножко еще в российских УЗОХ Ну, скажем так Недоработанно Потому что, безусловно От нас требуют Выполнение плана От нас требуют денег А требуютники Это не тот контингент От которого можно получить Сиюминутные деньги Это немножко другое Поэтому И вот в этом смысле Российский университет Дружба народов Сейчас ставит задачу Переориентировать свою деятельность Вот на тот пласт На выпускников Может быть В последующем Они там Если в своей деятельности Они преподавателями являются То они будут привлекаться И к преподаванию В университете Вот такие задачи Сейчас идет как раз Реорганизация Потому что Проект 5100 Требует Реорганизация Структурная От нас По состоянию До реорганизации Было 8 человек 8 человек Управление по работе С выпускниками 8 человек Пожалуйста Спасибо Так, что-то еще есть Вопросы? Нет Если будут вопросы Опять же У нас есть Кофе-брейк Что? Присаживаю Буквально 8 человек Они у нас Департамент Есть ли связи? Нет У нас Немножко Да Структура другая У нас Это управление Было Под ведомством Проректора По работе Со студентами Сейчас Его перевели В наше Она у нас Называется Служба Проректора По международной Академической Мобильности Там Два Департамента И присоединили Третий Вот по работе С выпускниками Департамент Приема и сопровождения Иностранных Обучающихся И департамент Экспортообразовательных Услуг И третье Будет Департамент По работе С выпускниками Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова